Компания «Промкомплект» предлагает Насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термоманометры, счётчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» – всё для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки», проспект Гагарина, 48 3. События и темы среды в программе «Наше время». Я Ирина Шмидт. Здравствуйте. Смотрите выпуски. 60 миллионов на поддержку. Руководство ТНК БП поможет нефтедобывающим районам. Компания подписывает договоры о сотрудничестве. Лейтенант погиб из-за халатности. В смерти военнослужащего на Тотском полигоне обвиняют руководителя взрывных работ. Дело уже направлено в суд. Кто поможет погорельцам? Всё, что строилось, всё разрушилось. Всё, пусто, ничего нет. Дова с двумя детьми остались без крыши над головой. И кто понесёт главный символ Олимпиады? В Оренбурге начался отбор факелоносцев. Прикоснуться к спортивной святыне уже пожелали больше 500 человек. Сначала лишили прав, а теперь свободы. Экс-глава Адамовского района Сергей Явкин отправлен за решётку за езду без документов. Об этом сегодня нам сообщили в прокуратуре области. Напомню, в сентябре этого года Явкин был лишён водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. Но это обстоятельство не помешало чиновнику снова сесть за руль. Он сел за руль, будучи лишённым права управления транспортными средствами. Случилось это на следующие сутки после вступления в силу постановления административного органа о лишении его такого права. В настоящее время Явкин пребывает в изоляторе временного содержания, куда выдворён по постановлению мирового суди на трое суток. Но надо сказать, что Явкин ещё легко отделывался. Максимальное наказание за такое поведение – 15 суток. Стоит добавить, что злостный нарушитель правил дорожного движения сейчас участвует в муниципальных выборах. Он – кандидат на пост главы Адамовского района. И, видимо, приступит к политической борьбе сразу после выхода из изолятора. Там он пробудет три дня. Скандал между бывшими продавцами и руководством зоомагазина «Любимчик» сегодня получил продолжение. Уволившиеся работники стали получать угрозы в свой адрес. Напомню, накануне мы рассказали о ситуации в торговой точке, где, по словам сотрудников, продавали больных попугаев. Продавцы уверяют, что на птиц не было даже ветеринарных справок. В итоге одна из женщин оказалась в инфекционной больнице с предварительным диагнозом орнитоз. Это заболевание передаётся от пернатых и протекает как пневмония. Бывшие сотрудницы зоомагазина считают, что всему виной заразные попугаи, которых, кстати, могли распродать покупателям. Сегодня они вновь обратились к нам и рассказали, что после того, как на проблему в зоомагазине обратили внимание журналисты, им стали поступать звонки с угрозами от неизвестных людей. Много всяких гадостей говорят. В частности, что если будут некорректные заявления по поводу больной птицы, то будет разговор в другом месте и на другую тему. Это раз. Звонят и другим девчонкам, которые работали раньше в магазине, с непонятных телефонов, толком не представляются. К Жене вообще домой приходят. Неизвестно, какие люди тоже не представляются, не предоставляют никаких удостоверений. Непосредственно мне вчера была угроза. Добавлю, что представители зоомагазина «Любимчик» с претензиями звонили сегодня и к нам в редакцию. В плену собственного автомобиля. Сегодня днем на трассе Орск-Оренбург лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и Тойота Лэнд Крузер Прада. Чтобы вызволить водителя отечественного авто, спасателям пришлось применять автоген. У мужчины серьезные травмы. Пострадал также пассажир легковушки. Владельцу иномарки повезло чуть больше. Несмотря на значительные повреждения Тойоты, сам он остался цел и невредим. Неспокойный на проезжей части Оренбурга накануне автомобиль ВАЗ не заметил пешехода. Местом действия стала улица Шевченко. Водитель влетел в 16-летнюю девушку прямо на нерегулируемом пешеходном переходе. С различными травмами жертву ДТП доставили в больницу имени Пирогова. Трагедия произошла на глазах у ее отца. Она пошла по тротуару, пошла за водой на колонку. Переходил на пешеходный переход и девятка вот эта вот синяя ударила ее. Даже не тормозил получается. И все, она вот два раза перелетела в воздух и упала потом. Потом что-то покровение было, машинка остановили. Я так думал, что он хотел в Азии уехать. Водопровод для многодетной семьи, новый корт для хоккейной команды, ремонт в школах. Все это будет сделано в рамках поддержки, которую оказывает ТНК БП нефтедобывающим районам. В регионе стартовала очередная кампания подписания договоров о сотрудничестве между нефтяниками и главами муниципалитетов. О помощи, которые ждут и которую получают Елена Кузнецова и Станислав Доминов. На этот лед редко выходят дети. Свой запас прочности переволоский хоккейный корт исчерпал. Ворота варил личный директор спортсекции. Коробка того и гляди развалится от старости. Вице-президента ТНК БП и директора Оренбургнефти специально пригласили сюда обозначить проблему. А вообще вот сейчас задачу вы какую ставите-то все-таки для себя? Обновить это, то есть как бы, ну обновить понятно, то есть борта поменять? Нет, нет, мы будем новый пластиковый устанавливать. Если будет крыто, это совсем хорошо. На перерождение хоккейного корта и на другие районные проблемы пока запланировали 2 миллиона рублей. Эти деньги нефтяники обещают перечислить в рамках договора о сотрудничестве. Его рано утром скрепили тремя подписями. Чуть позже в Новосергиевском районе топ-менеджеры смотрели фотографии. Здесь районная команда в полной экипировке. Форму маленьким хоккеистам закупили год назад. Также за счет соглашения. В тему наших зимних сельских спортивных игр дарим вам символический подарок. Пусть вам тоже будет тепло. Покажите, покажите, что это. Покажите. Приезжайте к нам на открытие. Спасибо. Вот валенки мне еще точно никто не дарил. Договор на этот год снова обеспечит финансовый поток в районный спорт, строительство церквей, празднование юбилея района. И главное, сделает лучшую жизнь конкретных людей. Многодетные семьи, где подрастают семеро детей. Семья Лютиковых, которая проживает в селе Рыбкино, действительно является малообеспеченной. Доход небольшой. Созданы такие вот обыкновенные сельские условия, обыкновенный сельский дом. Но мы сегодня очень благодарны компании ТНК БП, которая поддержала эту семью и выделяет денежные средства на то, чтобы отремонтировать их жилье. Менеджеры могли бы спать спокойно. ТНК – главный налогоплательщик области. Больше 13 миллиардов рублей компания заплатила в прошлом году. Но нефтяники давно решили, если они работают в районе или городе, то непременно будут помогать. Безусловно, юридически закрепленный документ не позволяет нам расслабляться. Нам, как нефтяникам, ну а администрации района, как власти, которые выполняют свои обязанности на местах. Главы хорошо знают, помощь от нефтяников не ограничится рамками договора. Паводок, засуха, морозы, любое ЧП или авария заставляют сельские власти просить компанию о поддержке. Ее просят и получают. Я хочу выразить слова Игорю Файковичу признательность, что когда я обратился к нему за помощью, у нас старая Михайлка осталась без воды. Они нам буквально решили этот вопрос в течение двух-трех недель. Черное золото добывают в 13 районах и трех городах области. С каждым из этих муниципалитетов руководство ТНК БП подпишет соглашение. Возьмет на себя новые финансовые обязательства. Сегодня мы можем четко сказать, что мы видим, что районы получат не меньше, непосредственно 60 миллионов. Мы понимаем, что очень тяжело сегодня муниципалитетам, и мы максимально стараемся по мере сил и возможностей их в этом плане поддерживать. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время. К другим темам офицер ответит за гибель военнослужащего на Тотском полигоне. Сегодня стало известно, что перед судом предстанет капитан Алексей Барков. Его обвиняют в халатности при проведении работ по утилизации боеприпасов. По данным военного следственного отдела, именно это стало причиной трагедии 26 сентября прошлого года. Как мы сообщали, тогда в результате самопроизвольного взрыва снарядов погиб 24-летний лейтенант Станислав Вершинин. Больше четырех месяцев следователи собирали информацию и в итоге пришли к выводам, что именно Барков поручил Вершинину идти к месту закладки боеприпасов. Будучи руководителем взрывных работ, он знал о неполадках и возможной угрозе взрыва, но вопреки требованиям утилизацию не прекратил. Это и стало причиной трагедии. После утверждения обвинительного заключения, уголовное дело Баркова направлено в Оренбургский гарнизонный военный суд. Добавлю, что утилизация боеприпасов методом подрывов в этом году полностью прекращена. Два года, чтобы выкупить жилье у государства. Сроки приватизации в России в очередной раз переносятся. Это инициатива президента и уже завтра вопрос рассмотрит Совет Госдумы. Напомню, подать документы на бесплатную приватизацию необходимо было до 1 марта этого года. Опасаясь не успеть, оренбуржцы всю зиму толпились в регистрационных организациях. Теперь оформить бумаги будет проще. В этом сегодня убедилась Юлия Гафарова. Сегодня в отделе приватизации спокойно, ажиотажа нет. Чтобы разгрузить очереди, появились дополнительные места приема документов. Кроме того, теперь специалисты работают без выходных. Сейчас здесь в зале работают 7 специалистов. Три специалисты еще работают на четвертом этаже. Здесь идет прием заявлений, обработка, консультация. На четвертом этаже идет выдача документов, подписание их. То есть мы развели, именно профильтровали очередь таким образом, чтобы люди друг другу никак не мешали. Между тем, всю зиму оренбуржцы штурмовали отдел приватизации. Вот такие очереди здесь выстраивались еще месяц назад. Сотни людей спешили оформить необходимые документы. Сейчас сюда приходят те, кто опомнился лишь в последние дни и те, кто жилье получил недавно. Я получила жилье по социальному найму. И сейчас, пока осталось две недели до приватизации, я хочу его приватизировать. У всех, кто не успел получить заветные документы, а таких в Оренбурге около 10%, вновь появилась возможность. Сегодня стало известно, что по инициативе президента депутаты Госдумы решили продлить сроки бесплатной приватизации еще на два года. Над этим вопросом уже вовсю работают. Завтра на Совете Государственной Думы будет рассматриваться один из самых основных законопроектов, за которые, скорее всего, мы, по крайней мере, будем голосовать. Это законопроект, который внесен всеми лидерами фракции, четырех фракций Государственной Думы о продлении приватизации на два года, до 1 марта 2015 года. На мой взгляд, это достаточный срок для того, чтобы решить вопросы и по военнослужащим, и по тем гражданам, кто получал жилье при переселении из аварийного жилья, ну и для остальных историй. Стоит отметить, что с 1992 года сроки приватизации продлевались дважды. В этот раз тем, кто точно решил стать полноправным собственником квартиры, депутаты советуют не медлить, подавать документы уже сейчас и не ждать 2015 года. Юлия Гафарова, Дмитрий Журавлев, Наше время. Когда огонь забирает все, накануне всего за полчаса жительница Оренбурга Юлия Дембик и две ее дочери лишились имущества. Пожар в квартире на улице Маломельничной, 10, уничтожил мебель, одежду, ценные вещи. Жить там теперь невозможно. На первое время погорельцев приютила бабушка, а вот как быть дальше в семье Дембик не представляют. Ольга Патрушева побывала на пепелище, а затем выяснила, что делать тем, кто пережил пожар. Это все, что осталось от квартиры семьи Дембик. За полчаса огненная стихия превратила их в жилье в пепелище. Обгорелые игрушки и мебель – единственное напоминание хозяевам о жизни до пожара. Я пришла домой, я переоделась, покушала, выучила уроки и села сюда. Мне стало холодно, и я пошла за одеяло, но вдруг выключился свет. Что было дальше, Вика вспоминает содроганием. Говорит, заискрилась розетка в комнате и полыхнул огонь. Она стала единственным свидетелем страшного пожара. Я пыталась потушить, но не смогла. И позвонила маме. Мама сказала, чтобы соседи мне помогли. Соседи вызвали пожарных, и те огонь потушили. Но за то время, пока пламя гуляло по квартире, оно уничтожило практически все. Здесь была Викина кровать. Здесь тумбочка для инструментов, и здесь была полка, тут были ее игрушки. Были вот в шкафах, были вещи. Вот все, что осталось от вещей от шкафов. Все сгорело? Да. Юля – глава этого небольшого семейства. Мужей нет в живых, вот и приходится одной воспитывать дочек. Теперь ей даже не во что и ходить. Школьная форма, портфели девочек. Сгорело все. Все, что строилось, все разрушилось. Все пусто, ничего нет. На таблетках все, но все живы, уже хорошо. Даже вот киску у нас вчера вынесли из огня, уже хорошо. Что теперь делать по горельцам, нам рассказали в городской соцзащите. Квартира в собственности муниципалитета, а значит и восстанавливать ее будут за счет Оренбургской казны. Конечно, прямой дорогой этот человек должен обратиться в управление жилищной политики. Муниципалитет, конечно, помогает. Помогает в виде выделения временного жилого помещения из маневренного фонда администрации города. Пока же на первое время их приютила бабушка. Говорит, сегодня придется перешивать свои собственные вещи, чтобы было в чем завтра отправить внучек в школу. Мир не без добрых людей. Если есть возможность, пожалуйста, помогите. Мы будем рады любой помощи абсолютно. Ольга Патрушева, Илья Схаялин. Наше время. Нарушители антимонопольного законодательства. Почти половину преступлений в этой сфере в прошлом году совершили представители органов власти. Об этом сообщили сегодня в Оренбургском управлении Федеральной антимонопольной службы. Ведомсты подвели итоги работы в 2012 году. По словам специалистов, вдвое больше нареканий стало к рекламной продукции. Напомнили в Уфасе о том, что в минувшем году установили единые требования к проведению торгов всех видов и ужесточили систему штрафов. Теперь, чем больше доход компании, тем солиднее сумма наказания. Все это часть новой программы по развитию здоровой конкуренции на территории региона. Как отметил руководитель ведомства Владимир Окшин, к замечаниям антимонопольной службы оренбуржцы стали прислушиваться чаще. Олимпийский огонь попадет в Сочи через Оренбург. Впервые в истории области трасса Олимпийского огня пройдет по нашей земле. Эстафета доберется до областного центра в декабре. В ней смогут принять участие 200 жителей региона. Сегодня об этом заявили на пресс-конференции в Доме Советов. Юрий Мишенин там был и знает, кому доверят Олимпийский огонь и где пройдет трасса. Оренбургской области выпала, как и всем регионам России, честь принимать у себя первую в истории России национальную эстафету Олимпийского огня. Олимпийский огонь прибудет в Оренбург на поезде, потому первый этап, естественно, начнется с привокзальной площади. Протяженность Оренбургского участка порядка 60 километров. Точный маршрут пока неизвестен, но организаторы постарались, чтобы Олимпийский огонь увидели большее количество горожан. Весь практически центр. Конечно, бульвар, Советская, все вот эти вот объекты. Потом мы практически по всему городу захватываем Степно, Чикаго, Гагарин. Очень сильно петляет маршрут по городу. В Олимпийской эстафете побегут 200 оренбургцев. Факелоносцем может стать любой житель области старше 14 лет. Кандидаты уже сейчас могут подавать заявки на участие в Олимпийской эстафете. На одном из официальных сайтов уже зарегистрировано более 500 человек. Идет голосование. Обращаю внимание, что конкурировать жители региона будут только между собой внутри области, а не жителями других регионов. Поэтому и шансов у каждого оренбуржца больше. Каждый факелоносец преодолеет расстояние порядка 300 метров. Так что на дистанцию могут выйти и старшие поколения, и даже инвалиды. Скорость должна быть небольшой. Примерно 6 километров в час. Здесь не будет никаких гонок по секундомеру на время. Причем участники Олимпийской эстафеты смогут купить факел, который они несли. Правда, цена символа пока не определена. И завершится все большим шоу, которое в зависимости от погодных условий пройдет либо на стадионе, либо в одном из спортивных сооружений Оренбурга. Юрий Мишинин, Виктор Гошенев. Наше время. Еще на тему спорта. Попали в пятерку. Сборная Оренбургской области вошла в число сильнейших команд юниорского чемпионата страны по легкой атлетике. Соревнования завершились накануне в Новочебоксарске. За медали российского первенства боролись более 600 спортсменов из 60 регионов страны. Усилиями Андрея Исаевичева и Павла Савина Оренбургская сборная завоевала два серебра и стала пятой в общекомандном зачете. О других спортивных событиях готов поведать Сергей Тыщенко. Вас приглашает новый фирменный салон «Командор» на проспекте Победы 5. Если шкаф-купе, то «Командор». Это новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. Урал против Волги. В областном центре накануне состоялась матчевая встреча по боксу между сборными командами Оренбурга и Жигулевска. На ринге выясняли отношения юноши 97-98 годов рождения. Несмотря на товарищеский характер встречи, команды выставили основные составы. На ринг вышли почти все сильнейшие в своем возрасте спортсмены Приволжского федерального округа. Болельщикам было предложено посмотреть 14 поединков. Хозяева, несмотря на отчаянное сопротивление волжан, были явно сильнее. Рефери отдавали победу нашим боксерам 10 раз. Команда «Жигулевска» праздновала успех четырежды. В итоге 10-4. Главный трофей матчевой встречи остался в Оренбурге. «Нефтяник» готовится к очередным календарным матчам чемпионата страны по волейболу среди мужских команд высшей лиги А. В отчетном туре наши спортсмены сыграют на выезде. В эти выходные волейболисты будут экзаменовать нову. Матч команд пройдут 16-18 февраля в Новокуйбышевске. Отмечу, что это не первое свидание оппонентов в нынешнем сезоне. В начале ноября оренбуржцы принимали новую на своей площадке и дважды переиграли Новокуйбышевский коллектив с одинаковым счетом 3-0. И пока это все новости спорта. До встречи. Еще больше комфорта клиентам от ООНИКО БАНК. Все желающих совершить банковские операции ждет обновленный дополнительный офис Степной в ТРЦ территория. Причем здесь вы ощутите перемены не только внешние. Заметно расширился спектр услуг. Теперь здесь же вы сможете воспользоваться банкоматом и устройствами самообслуживания кэш-ин. Еще одно важное преимущество в доп. офисе Степной у ООНИКО БАНК стало еще больше обслуживающих касс, что заметно сэкономит ваше время. Кредиты, вклады, переводы по-прежнему в распоряжении оренбуржцев. Здесь же планируется в дальнейшем осуществлять ипотечное кредитование и обслуживать юридических лиц. По всем интересующим вопросам вас ориентируют специалисты банка, штат которых в обновленном офисе тоже расширился для удобства клиентов. Дополнительный офис Степной расположен в одном из густонаселенных районов города, требованиям которого филиал ООНИКО БАНК теперь отвечает сполна. Начиная с 28 декабря в дополнительном офисе Степной проводилась реконструкция. Тем не менее офис функционировал. И вот с 4 февраля заработал в полную силу. Еще больше услуг, еще больше специалистов, еще больше пользы от общения с банком. Комфорт, удобство, функциональность – вот критерии обновленного офиса. Мы рады вас видеть в нашем дополнительном офисе. Сейчас об отключениях. Городские электрические сети сообщают о том, что завтра с 9 до 18 часов жители некоторых районов Оренбурга останутся без электроэнергии. Это связано с ремонтными работами. Также перебои со светом возможны в пригороде. Уточнить информацию можно по телефону аварийной службы 56 83 38. Ну и еще работает горячая линия. Ее номер 98 48 48. И последнее. У влюбленных всего мира завтра праздник – День Святого Валентина. В Россию он пришел относительно недавно. В этом году, по данным социологов, его планируют отметить каждый третий житель страны. С особенным трепетом праздника ждут женщины и молодежь в возрасте до 24 лет. В то же время многие россияне к этому дню относятся с прохладцей и считают, что правильнее отмечать не католический праздник, а День Православных Святых Петра и Февронии. Он приходится, напомню, на 8 июля. Вот такой была среда. Завтра в 8 вечера в студии Андрей Ивлев. С новостями в регионе можно следить на сайте 56.urb.ru. Хорошего вам вечера. Компания «Промкомплект» предлагает насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1. Телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки». Проспект Гагарина, 48 дробь 3.